Субтитры подогнал «Симон» Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседа с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма спасания рукотворного образа на конюшенной площади Санкт-Петербурга протырей Максим Плетнев. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Михаил. Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей. Бог да благословит всех нас. Спасибо, Господи. Добрый вечер. Дорогие друзья, тема нашей сегодняшней программы – дело милосердия. Просим вас звонить к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавать ваши вопросы. И не забудьте, пожалуйста, во время вашего звонка выключить звук у телевизора. Батюшка, как, по-вашему, какое место в жизни человека должно занимать дело милосердия? Господь говорит, что наша вера без дел есть мёртвая вера. Поэтому дело милосердия имеет огромное значение. Конечно же, слова о том, что вера должна подтверждаться делами, они имеют прежде всего смысл духовного делания, духовного совершенствования человека, его борьбы со злом, который в нашем сердце, борется с теми страстями, с грехами, которые являются часто такими сопровождающими нашу жизнь. Но в то же время мы можем говорить о том, что эти слова Господни и о делах любви. И также и страсти и грехи борются тоже делами любви. И здесь мы встречаем в сегодняшней церковной ситуации такое, можно даже сказать, возрождение такого социального служения церкви. Церковь активно входит в жизнь общества, в том числе и в социальную жизнь. Мы с вами знаем, что во время советской власти не было возможности присутствовать в церкви в жизни общества в полноте. Ну и более того, церковь была гонима, и, в общем-то, были годы, когда пытались её уничтожить физически. Присутствие церкви не только в обществе, а вообще существование церкви как таковой. Естественно, церковь ушла из многих областей жизни человека. Медицина, образование, воспитание молодёжи, воспитание народа. На мой взгляд, церковь, она и призвана к воспитанию людей в вере Христовой. И у нас сейчас есть эта возможность возвращения. И в этом смысле мы находимся на таком пути проб и ошибок. То есть, есть такое мнение, что мы возвращаемся к практике XIX века. Но если критически посмотреть на жизнь XIX века, XVIII века, мы можем увидеть, что и тогда вот это социально-милосердное служение в церкви, оно было тоже таким непростым. И это очень интересно. Тут есть о чём подумать. Мы увидим, что, в общем-то, того, что было у западных христиан, у восточных христиан, не было. Есть традиция, скажем, в Византии. Мы знаем, что церковь была частью государственной системы. И те дела милосердия, которые в том числе и государство осуществляло, оно возложило на церковь. И церковь, естественным образом, продолжала это. В России тоже церковь, вот она так постепенно входила в эту область, создавались. Но вот мы можем обратиться к истории, увидеть, что Пётр I, но уже по образу западного христианства, пытался даже насадить в церкви какие-то такие, чтобы монахи устраивали богодельни и так далее, и так далее. Привлечь монашество. У Петра I было непростое отношение к монашеству. Вот привлечь его к такому социальному служению, как мы сейчас сказали. То есть, о чём я говорю? О том, что да, в церкви были опыты. Ну, конечно, уже конец XIX века, начало XX века. У нас есть примеры такого милосердного служения Иоанна Кронштадтского, великой княгини Елизаветы Фёдоровны и обители Марфы Мариинской. Вот только два примера. Они очень красочные и яркие. И, с одной стороны, нам есть на что опереться и чему подражать, а в то же время многое надо создавать не то что заново, но просто вообще вновь. Церковь, тем более, она не сталкивалась со многими социальными проблемами сегодняшнего дня. И здесь я ещё раз повторю, что вот есть этот опыт проб и ошибок. Где-то у нас получается, где-то не получается. А где-то мы видим, что нам ещё не хватает сил. Да, вот мы рады бы там введению закону Божьего в школе, например. Я думаю, многие православные были бы только за. Ну, где преподавательский состав, где, так сказать, соответствующая современному времени какая-то программа преподавания закона Божьего, к примеру. Мы могли бы активно войти, если бы нас, так сказать, более активно пускали в медицину, но тоже тут должны ресурсы быть, силы и так далее, и так далее. Что можно сегодня отметить? Например, очень в этом смысле интересно такое явление, как сестричество. Вот того сестричества, которое есть сейчас, в истории церкви русской не было. У нас были сестринские общины до революции, но они были очень зависимы от лидеров этих общин. Были сестричества, сёстры милосердия, но они не носили такой ярко-религиозного такого характера. На сегодня сестричество – это, по сути, вот такие христианские общины. Это действительно вот такое религиозное явление, объединение таких добровольцев, которые являют свою любовь в мире через такое милосердное служение болящим. Это такое новое явление и очень отрадное. Здесь как раз-таки можно говорить об успехе церковном. Это явный успех и такое интересное развитие. И этот процесс развивается, и можем наблюдать и радоваться, да и участвовать. Простите, батюшка, придётся вас несколько перебить. У нас есть первый звонок из Тверской области от раба Божьего Геннадия. Здравствуйте, Геннадий. Вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Что-то я вот не пойму, слушают меня или нет. Да-да-да, мы вас слушаем. Разговаривает Михаил, а я что-то никак не пойму. Не обращайте внимания на телевизор, мы вас слушаем. Миша, здравствуйте, добрый вечер и здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. Вот в свете того, что я сейчас услышал перед самой передачей, по поводу того, что собираются подписи во многих городах и храмах против аборта, я хочу спросить у батюшки. Батюшка, а вы-то сами в своём храме не будете заниматься этим подписчиком? Это как раз-таки относится напрямую. И в том числе вера без дела мертва. Спасибо за ваше примечание. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос, наш дорогой телезритель. Но лично я в нашем храме не буду этим заниматься. Почему? Ну, есть у меня чем заняться. Есть дела, которые насущны. Конечно, это дела общины. Но помимо этого, в своей пастырской деятельности я очень активно, так сказать, занимаюсь помощью наркозависимым и алкоголезависимым. И, так сказать, вот в этом направлении развиваюсь. Хотя у меня есть знакомые, хорошие знакомые, которые активно участвуют в таком противоабортном движении. Но, тем не менее, как тут в нашем храме не прижилось. И у нас есть группа добровольцев-волонтёров при храме. Мы пробовали там некоторые дела делать добрые. Назовём это так. Ну, что-то получалось, что-то не получалось. Вот. И, в общем-то, как-то к нам пришёл даже такой вот труженик на Ниве борьбы с абортами. Но мы с ними беседовали. Он рассказал о своей работе. И, вы знаете, у нас получился такой некоторый диссонанс с нашим настроением. То есть, вот он был заряжен на борьбу такую активную. Там чуть ли не идти на брикады. То есть, вот с плакатами около абортариев, женские консультации, стоять. А вот в нашей группе дух был несколько другой. Мы были направлены на какие-то добрые дела. Вне борьбы. А дела, ну, там, помогали больницы, кормили бездомных. Вот такого толка. И я приветствую борьбу. Я, конечно же, резко выступаю против абортов. Эта тема сейчас смусируется в СМИ. И когда мы слышим друг по радио или по телевидению, медики начинают рассуждать о неродившихся детях как о материале биологическом. Конечно, это, ну, коробит мою душу. Но вот тем не менее, вот активно в этой социальной борьбе, ну, как-то так не сложилось мое участие. Хотя, конечно, я вот был бы рад, если отношение к этой проблеме в обществе бы изменилось. Потому что Россия, к сожалению, одна из стран, которая вот и в лидерах по абортам идёт. И это страшное явление в нашей жизни. И кровь младенцев, она вот выпьёт к отомщению. Спасибо, батюшка. У нас есть следующий вопрос из Белгородской области, от Равы Божьей Татьяны. Здравствуйте, Татьяна. Вы в эфире, мы вас слушаем внимательно. Добрый вечер, Татьяна. Я хочу спросить, что такое мужество? Спасибо за ваш лаконичный вопрос. Татьяна, мужество – это, в общем-то, мужество, это такая стойкость. Если вдаваться в смысл самого слова, то мы видим, что это, в общем-то, слово происходит от мужчины. Мужественность такая, вот некоторая крепость и отношение к сильному полу. А вообще мужественный человек – это человек, который умеет преодолевать трудности, который не борется со страхом, может, даже испытывает, но имеет силу бороться этот страх, преодолевать страх и трудности в своей жизни. И вот мужественные, стойкие люди. Надеюсь, я объяснил. Но, конечно, мне кажется, лучше посмотреть в какой-нибудь толковый словарь. И там, может быть, более даже, так сказать, взвешенное будет разъяснение этого термина. Батюшка, ну, хотелось бы узнать, какое место мужество занимает в деле милосердия? В деле милосердия – не знаю. А вот в деле духовной жизни, конечно, мужество необходимо. Вот как стойкость, да, мужество, как преодоление трудностей духовных. Духовная жизнь, она, одно из её таких свойств очень важных – это продолжительность. То есть духовная жизнь – это вся наша жизнь. И мы должны стоять в вере и вот в этой борьбе с грехами всю жизнь. И здесь нету времени, так сказать, не бывает отпуска от духовной жизни. То есть нельзя уйти в отпуск. Да, вот я занимался духовной жизнью 11 месяцев, а на 12 я поехал отдыхать. И духовная жизнь кончилась. Или, скажем, выходные. Пять дней духовно боролся, а два дня – вот у меня выходные. И мужественность, да, стоять. И хорошо, когда всё получается. Мужество, когда мы проявим мужество, когда не будет получаться духовная жизнь. Когда, наоборот, сердце будет разрываться от всяких, так сказать, греховных желаний и так далее. Когда какая-то тяжесть будет происходить в душе, в смятении. Если мы проявим мужественность и будем стоять в вере крепко, вот это, так сказать, и будет то самое мужество в духовной жизни. Спасибо. У нас звонок из Белогорода от Раба Божьего Александра. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, Раб Божий Александр. Город Белгород. Алло, меня слышно? Да, 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 задавайте ваш вопрос. Вас прекрасно слышно. Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, батюшка. Вот у меня такой вопрос. Милосердие на сегодня, оно проявляется многими видами, деятельности. И большое спасибо, что и просвещение, это тоже, в общем-то, для многих людей сейчас необходимая работа, чем занимается канал «Союз». Спасибо ему большое. Спасибо вам, да. Да, вопрос вот какой. Монастыри, они призваны больше как бы для молитв. Вот, и я это иногда чувствую по разговорам от Осипова Алексея Ильича, да, мы все семьи смотрим. Но, тем не менее, сейчас есть монастыри, которые, на мой взгляд, на наш взгляд, семьи наши делают большое новосердие, работая с детьми. Берут детей из трудных семей и проводят образование. И как бы монастырь принимает людей, которые не являются монахами. Вот, есть такие монастыри. Как это, на ваш взгляд, должно дальше у нас проецироваться, поскольку положение, в принципе, сложное в стране? Спасибо. Ну, по поводу соединенности детских приютов и монастырей, ну, может, такой даже и непростой вопрос. Все-таки монашеская община призвана, наверное, к такому духовному совершенствованию. Хотя здесь мне трудно рассуждать. Я не являюсь монахом. У меня есть семья, есть матушка, есть детки. Но то, что церковь, конечно, должна заботиться о детях, и хорошо, когда возникают на профессиональной основе детские учреждения такой христианской направленности. Хорошо, когда христиане одновременно являются и профессионалами, и могут оказывать вот эту помощь детям профессионально. Потому что, насколько я видел, были случаи, когда непрофессионально оказывалась помощь, были какие-то, так сказать, претензии к государству, иногда даже обоснованные к такой христианской помощи. И здесь очень важна такая ответственность. И, конечно, мне кажется, что христиане, они могут проявить и показать ту любовь, которую и должны видеть дети. Особенно дети, которые лишены родительской любви, родительского тепла. И здесь есть эта возможность. Но насколько детдома будут сейчас у нас развиваться, все-таки мне казалось, что государственная политика идет на то, чтобы детские дома сворачивать. И в основном, чтобы у нас были приемные дети в семьях. Вот как-то на это делать акцент. И здесь тоже, конечно, есть возможность для христиан явить дела милосердия. И здесь я хотел бы призвать христиан явить это доброе дело. И сведений у меня нет такой твердой статистики. Но немного имея отношение к социальному служению, я знаю, что христиане не очень активно берут детей из детских домов. И вот это есть такой факт. Мы здесь могли бы более активно действовать. И это очень сложно. Взять ребенка в дом, чужого ребенка, это огромная ответственность. Это обязательно будут проблемы, будут трудности. Но это очень доброе, достойное дело. Вот у нас сейчас на приходе одна семья, взяли себе мальчика на воспитание в детском доме. Я смотрю, как они возрастают, как они начинают обретать друг друга. Этот шестилетний ребеночек, вот он обретает, вот он шесть лет. Что такое бездомный ребенок, ребенок без родителей. Или родители у него лишены родительских прав, и он их не видит. А может быть и хорошо, что не видит. Но вот что это такое? Это ребенок, которого предали. Его предали взрослые. Вот он это предательство носит себе. И тут происходит рождение. Вот он есть, этот ребенок, а есть чужие к нему люди. Муж и жена. И вот я наблюдал у себя на приходе это рождение семьи. Когда вот эти люди становятся для него родными родителями практически. А он их начинает воспринимать как родных родителей. Они его воспринимают как своего ребенка. Чудо. Удивительно. Красиво. Здорово. Конечно, есть проблемы. Конечно, там непросто. Потому что, ну, понятно, такая сложная ситуация. Но это замечательно. Поэтому, дорогие братья и сестры, я вот призываю, может быть, как-то активнее верующим людям проявлять себя в этой области. И говоря, вот, Михаил, о социальном служении, мы часто, мне кажется, воспринимаем, что церковь – это и есть священники, священнослужители, там, монашествующие или какие-то люди, ну, назовем так сказать, чиновники, да, такие служащие при церкви, при каком-то церковной организации и так далее. И порой люди верующие себя не осознают церковью. И здесь, конечно, мне кажется, что в делах милосердия очень важно, чтобы сами верующие проявляли инициативу. Чтобы не ждали, когда священник на приходе скажет, братья и сестры, давайте вот окажем помощь этому детскому дому, там, этому дому престарелых, там, пойдем кормить бездомных и так далее. А чтобы сами верующие стремились бы создать какое-то вот такое доброе начало для какого-то доброделания, это замечательно. И здесь, к сожалению, отмечаем, что вот эта инициатива среди верующих, она мала. Братья и сестры, вот я вас призываю. К сожалению, да, вот есть такая пассивность, может быть, и усталость, и жизнь у нас непростая, и тем более духовная жизнь тоже часто у нас непростая. Но вот эта пассивность, она, в общем-то, приводит к тому, что батюшки не всегда могут найти, на кого бы положиться и с кем бы вместе, так сказать, сотрудничать для того, чтобы делать эти самые добрые дела делами милосердия. Потому что, конечно, священников на все проблемы нашей современной жизни не хватит. Не хватит. Батюшка, у нас есть звонок из Липецка. Здравствуйте, Андрей, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер, Андрей. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Я вот хотел вопрос о поводу милосердия. Конечно, заниматься наркозависящими, это хорошо, подписи собирать против абортов тоже прекрасно. Но вот проблема куда глубже. Вот у нас гибнут десятки миллионов душ через средства массовой информации. Ведь не секрет, потому что пропаганда насилия, разврата и т.д. Т.п. Вот почему бы не создать такое общество, как бы вести цензуру на телевидении? И тоже вот через сети все это собирать, подписи как-нибудь, ну, как бы организованно через церковную службу. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, насколько я понимаю, в том числе и наша сегодняшняя, Михаил, передача, она и есть как раз-таки борьба с той плохой негативной информацией, которая выплескивается на наших прихожан и на наших сограждан. И сам телеканал «Союз» – это есть как раз-таки такой форпост хорошей, доброй информации в этом мире информационном. И здесь, насколько я понимаю, церковь, она призывает государство не единожды, много раз, если внимательно читать документы церковные, почитать, послушать проповеди патриарха и других архиереев нашей церкви, священников, мы увидим, что много раз церковь стучится в эти двери, она призывает государство к более внимательному отношению, да, призывает. Но вот если мы не говорим «цензура», иногда и говорит церковь жёстко о цензуре, что необходимо введение нравственной цензуры, не политической, не идеологической, а нравственной цензуры. Но мы бессильны, дорогой наш телезритель. Церковь не имеет никаких таких рычагов влияния. Готовы ли мы собирать подписи? Андрей, только что мы об этом говорили. Предлагаем верующим проявлять инициативу. Создайте, так сказать, организацию, группу, которая бы явила эту инициативу и начали бы собирать эти подписи. Вы обращаетесь к церкви, как будто вы не есть церковь, как будто вы вне церкви. В этом огромная ошибка нашей современной жизни. Верующие вот всё-таки себя несколько отделяют. Почему церковь не делает это, это и это? Ну а как вы думаете, как патриарх, как сенот, например, может вести цензуру на телевизионе российском? У нас просто, ну мы не имеем к этому никакого отношения. Церковь может повлиять на цензуру, скажем, канала «Союз». «Союз», может. Или там на какую-то православную газету. Да, мы можем, вот там архиерей газеты издаётся, можно сказать, вот тут ошибку сделали, здесь исправьте ещё что-то. А на государственную жизнь должны влиять граждане России, которым мы тоже все принадлежим. И вы, Андрей, в том числе, предлагаю вот вам активизироваться. Спасибо за вопрос. Надеюсь, вот ответ вас удовлетворил. Спасибо. У нас следующий звонок из Московской области от Рабы Божьей Фатини. Здравствуйте, Фатини. Вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем. Добрый вечер. Рабы Божьей Фатини. Бог благословит вас в Рабы Божьей Фатини. Для чтения, вот как раньше, молитвы, духовные литературы. Поскольку я ещё несу послушание в храме, занимаюсь лодочкой просто и прочих помощи, что необходимо по храму. И меня вот это смущение приводит. Получается, что с одной стороны дело милосердия, хотелось бы помочь очень многим, но устающихся просят очень много. А с другой стороны, духовная жизнь немножко стала страдать, отходить на второй план. Вот это меня очень сильно смущает. Что вы мне посоветите? Уменьшить объёмы, чтобы читать больше на лиц? Или вот на самом деле, как бы, в какой-то степени комментирует то, что я не могу столько времени уделять духовной жизни? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вы затронули очень серьёзную тему. И если смотреть на это глубоко, то мы увидим, что в частности у нас вот есть эта, так сказать, разница между восточными христианами и западными христианами. Мы увидим, что у католиков, протестантов вот все эти социальные проекты, они, так сказать, очень развиваются и активны и прочее, прочее. А всё-таки на Руси мы можем увидеть, что не было такого активного социальной деятельности. И это не только потому, что было какое-то равнодушие или что-то подобное. А вот в том числе и то, что православный христиан, он более сконцентрирован на личном благочестии, на вот такой аскезе. И это такие несквольные рассуждения с нашей стороны, но они имеют всё-таки предпосылки, на мой взгляд. И вот внешняя борьба или там деятельность, или внутренняя деятельность, вот что важнее? Это очень глубокий вопрос. И мы можем даже увидеть, что на некоторых приходах не совсем, так сказать, священники могут относиться, ну скажем, серьёзно к такой социальной деятельности, современной, к волонтёрскому движению, собирать вещи для бездомных. Почему? Не только потому, что они ригидные, как-то, так сказать, не хотят отвечать духу времени. Дух времени здесь в хорошем понимании этого слова. А именно, что они не хотят отвечать духу времени, не быть совопросниками времени сего, а соотноситься с вечностью. И в этом смысле, если так, позицию вот такого несколько отстранённого отношения к социальному служению в нашей церкви, которую я вижу, её можно охарактеризовать так, что вот она видится мне такой, что вот социальное служение – это как молочко. Молочко. Такое, так сказать, молоко, как пища для младенцев. А есть жёсткая пища – это личная скеза. Личное вот предстояние пред Богом и борьба с грехами. И вот это внешнее, оно легче, чем внутреннее. Вот это интересная мысль, мне кажется. Здесь есть о чём порассуждать. Это открытый вопрос. Тут нет такого правильного решения, мне кажется. Нельзя сказать, что только так правильно, а так неправильно. Это сложно. И здесь каждый уже человек должен смотреть на свою меру. Если внешняя деятельность мешает моему внутреннему миру, и я чувствую, что я повреждаюсь от этого, здесь уже можно ставить вопрос. И вы правильно что обращаете на это внимание. И это серьёзная проблема. Я бы вам посоветовал бы обратиться всё-таки к духовнику и поговорить, серьёзно обсудить это событие в вашей жизни, что с вами происходит. Потому что хорошо задать вопрос по телевидению, но всё-таки мы вас не знаем, Светлана. Мы слышали вас буквально минуту, и мы не можем, исходя из того, что мы слышали, дать такой серьёзный, обоснованный ответ на ваше духовное вопрошение. Но мы подчеркнули, что есть в этом проблема. И здесь нет однозначного ответа. Ну вот это тоже сложность, то, о чём мы говорили с начала нашей передачи, о том, что вот это социальное служение церкви, дела милосердия, это вот непростой путь. Это действительно путь проб и ошибок. Вот где-то у нас получается, где-то не получается. Где-то мы можем уйти в протестантизм. А где-то, наоборот, явить миру, любовь Христову, вот в милосердном служении. Мир, увидя нашу любовь, он прославит Христа. Может и так получаться. Тут вот есть вопросы, есть, к сожалению, ошибки, есть и очень положительные результаты. Михаил, а как вы относитесь к делам милосердия, как человек, насколько понимаю, получивший духовное образование? Вот как вы считаете, всё-таки надо церкви в этом развиваться? И как не потерять внутреннюю духовность? Не расплескать ту благодать, скажем так, образно, которая в нас есть вот в этих делах милосердия? Вы знаете, я боюсь, что, наверное, в определённый момент времени своей жизни в церкви я потерял ту границу, в которой находится как раз милосердие. Вот мы занимаемся, трудимся на телеканале «Союз». С одной точки зрения мы занимаемся милосердием, а с другой стороны это стало нашей работой. И мне хотелось бы как раз вам и задать вопрос, что же тогда такое милосердие? То есть это какое-то духовное делание с определённым, может быть, самосостоянием, самоощущением себя таким? Или это труд, который может даже не осознаваться? Ну, если говорить о милосердии, конечно, в самом вот таком очищенном виде – это любовь. Это любовь. И она прежде всего любовь к Богу, а через Бога любовь к людям. И здесь я, так сказать, всегда буду это говорить, что нам не хватает всем любви. Не хватает, чтобы нас любили, и нам не хватает того, чтобы мы любили. И, конечно, двуединные заповеди, новозаветные, любовь к Богу, человеку. И вот дела милосердия – это проявление моей любви. И вот те вопросы, которые мы сегодня с вами обсуждаем, вот я задавал себе этот вопрос. А зачем вообще заниматься делами милосердия? То есть вот зачем? Я живу религиозной жизнью, да? Я, скажем, осуществляю, да? Я делаю добрые дела. Вот я встречаю человека, я ему помогаю. Это ему помог, это ему помог. Нужны ли какие-то церковные, общецерковные проекты? Тоже такой вопрос. Вот если я и так, я помог бабушке какой-то, своим родственникам помогаю. Может быть, и не своим родственникам. И вот мне кажется, что как раз-таки такие общие церковные дела – это есть одна из таких возможностей проявить нашу любовь. Вот явить Христа… Вы знаете, как-то я общался с финским пастором финской литеранской церкви. Вот он сказал, что, например, уже в Финляндии нет этой возможности. Там можно явить добрые дела, но при этом без Христа. То есть они помогают в больнице, там еще где-то, но они не имеют права проповедовать. Если они начинают проповедовать христианство, происходят скандалы. Там на них могут пожаловаться, это вот жестко пресекается. Мы можем являть Христа людям. Здесь очень масса вот таких большой радости. Потом, знаете, ведь есть… Вот я уже, получается, задаю вопрос и отвечаю. Для чего же мы делаем эти добрые дела вот в таком общецерковном, какой-то такой церковный проект. Вот есть способы стяжания благодати. Мы помним беседу Серафима Саровского с Матавиловым о стяжании благодати. Вот как ее стяжать? И Серафим Саровский говорит, что некоторые люди ее стяжают через молитву, кто-то через пост, а кто-то через доброе дело. Вот осуществляя там помощь больным, убирая за ними утки, еще что-то там. Может быть, даже если не медицинскую помощь, а духовную помощь больным, помогая детям, приходя в детский дом, жертвуя собой. А это и есть жертва. Я трачу свое время, я трачу свои силы, свои какие-то способности. Вот я мог бы это время потратить на себя, а я иду к другим людям, к чужим не людям. Это очень ценно, что они совершенно чужие, я их не знаю. Это не мои личные родственники или мои друзья, которым плохо, я им помог. А это именно чужие люди, я их, может, первый раз вижу. И я тем самым жертвую собой. И это есть, конечно, проявление любви и явление Христа в нашем мире. И вот эти добрые дела – это и есть возможность христианам явить Христа в мире. И стяжать благодать Божию. И мне кажется, что тут я тоже не ошибусь, если скажу, что многие из наших, наверное, слушателей могут рассказать о том, что, делая добрые дела, они получают ответ в сердце своем. Да, вот какое-то особое такое касание Божие. Батюшка, у меня есть к вам вопрос, но сперва мы послушаем вопрос нашей телезрительницы Ольги. Здравствуйте, Ольга, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Крещение – это второе рождение. И человеку прощаются грехи, совершенные до крещения. То есть Господь видит и принимает уже нового, а не ветхого человека. А будут ли зачтены человеку дела милосердия, совершенные им до крещения? Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Но вот здесь, Ольга, мне кажется, вы несколько рассматриваете духовную жизнь в такой парадигме наказания и заслуг. И все-таки этот взгляд на духовную жизнь – это как раз-таки взгляд западного христианства. А в православии более видится грех как болезнь. И борьба с грехом – это, в общем-то, исцеление болезни, исцеление какой-то, так сказать, недуга духовного, который есть в нас. И в этом смысле вот таких заслуг… А во что их перевести, как бы, эти заслуги? В чем их измерить? Это же немного не так. Мы как раз говорим сейчас о делах любви. Это не заслуги, это проявление нашей любви. И награда, вот какая награда, я проявляю любовь, и какая мне будет от этого награда? Это та любовь, которая во мне живет и рождается. От того, что я отдаю любовь другим, от этого во мне любовь умножается. Это и есть та награда, вот то воздаяние… И то Царствие Небесное, которое внутри нас. Да, конечно. И вот как, будет ли это сохранено? Ну, конечно, если человек в любви, то вот эта любовь у него будет сохраняться. Но вот это не то, что там какая-то заслуга, как орден какой-то. Вот нам орден вручили, и вот дальше мы его всю жизнь носим на груди. Тут несколько другой момент. Спасибо. Отец Максим, вот Вы говорили о, может быть, неких организациях, которые возникают и могут создаваться в рамках церкви. Но случается, что создается некая организация, создается группа верующих людей, но так как не хватает тех или иных кадров, их приходится нанимать. И потихонечку вот эта верующая организация начинает разбавляться людьми, может быть, светскими, неверующими. И возникает вопрос уже, насколько та или иная организация, вышедшая из церкви, является православной. Вот этот риск, как Вы рассматриваете? Ну, с точки зрения юридической, организация, в общем-то, некоммерческие организации или негосударственные организации, они не являются православными по определению. Юридически – это светские организации, то есть они вообще нерелигиозные. И чаще всего, если, скажем, какая-то благотворительная служба или какая-то группа людей организованная, она выходит на какой-то более-менее серьёзный уровень, то она обязательно принимает это юридическое лицо. И далее, да, есть эта возможность уйти от церкви. Но это, конечно, всё зависит от лидеров этой группы, этого движения. И, наверное, возможна ситуация, когда люди вот как-то уходят в светскость. Но ещё раз подчеркну, что, во-первых, это вынужденная мера создавать светские организации. Например, те же какие-то финансирования от государства, а благотворительные деятельности, финансирование имеют вот такое значительное место. Есть какие-то, есть необходимость в ресурсах для оказания дел милосердия. Как бы мы ни хотели уйти от этого, уйти от этого не получится, если мы примем какие-то, так сказать, более-менее серьёзные размеры. И государство не может оказывать напрямую благотворительную помощь для благотворительных дел церкви. Оно оказывает только светским организациям. Поэтому религиозным организациям приходится создавать светские организации, вот уже, так сказать, аккумулируя какие-то, так сказать, финансовые возможности для проектов дел милосердия. Но здесь всё зависит от верующих. Насколько вот верующие остаются верующими. Насколько цели главные. Конечно, почему не сотрудничать с другими людьми, которые не являются христианами на сегодня. Всё-таки большая часть наших сограждан – это крещённые люди. И мы можем увидеть, что как раз-таки происходит обратная ситуация, что люди, неверующие, поступая на работу в эти организации, как наёмный работник, постепенно приходят к вере. Вот очень много таких случаев. Мне кажется, тоже такой положительный элемент, очень интересный. Спасибо. У нас есть звонок. Здравствуйте. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Я звоню от Белоруссии. Я посмотрела сегодня в новостях, что вот сироп из детских домов заселяется в разваленные помещения. Никакой поддержки для этих сирот нет. И они уже с маленькими детьми. Вот в одной маме две девочки, в другой маленький сынок. А там ни окон, ни дверей. Так вот, как бы вот, чтобы церковь там мешалась, чтобы как-то поддержать этих деток вот в этом месте, что вот такое безобразие происходит. Жалко просто смотреть. У нас в Белоруссии такого нет. Спасибо. Ну вот я не видел этого выпуска новостей. И мне кажется, вот вы сейчас и призвали, если бы вы еще назвали, где это происходит, вот, в общем-то, этот призыв был бы через наш телеканал, обращен ко всем верующим, к церкви. Конечно, хорошо бы, если церковь проявила здесь себя. Спасибо. Ну, я думаю, либо нам сообщат, и мы еще объявим, где такая ситуация возникла. То есть мы можем использовать, так сказать, возможности телеканала, да, как раз-таки повлиять на эту ситуацию. Это было бы замечательно, Михаил. Спасибо. Отец Максим, и возвращаясь к теме, может быть, неких благотворительных образований, организаций, которые появляются из церковной общественности, люди, которые начинают трудиться, и вот та женщина, которая звонила и задавала свой вопрос о превосходстве трудов над молитвой, человек, который трудится в организации, он занимается делом милосердия, начинает воспринимать это как ежедневную работу. Он уже теряет, так сказать, чувство собственного участия в этом. Как с этим бороться? Ну, вот в свое время, когда мы создавали нашу такую группу добровольцев-волонтеров при храме, мы попробовали сотрудничать с такой организацией, которая в нашем городе занимается помощью бездомным, Ночлежка. Такая известная организация. Вот, и мы пришли туда, и помню вот первую встречу, мы до сих пор, мы сотрудничаем, наши волонтеры, там вот раз в неделю, по пятницам, как раз-таки сегодня, они ездят на ночном автобусе, есть такой у них проект, автобус ездит, по-моему, по четырем точкам города Санкт-Петербурга, там где-то с 7 часов до 11 вечера, и не ночью, он называется ночной, но это вот вечером и поздним вечером происходит, и они кормят бездомных, и на точках там приходит там 20-30 человек. В общем-то, такое, и поучаствовать в этом, посмотреть на бездомных, именно даже просто увидеть, что люди и так живут, это, так сказать, даже и с точки зрения полезности своей духовной жизни. Ну, конечно, не говоря уже о том благе, который мы им несем. Вот. И я услышал тогда слова от одного из таких сотрудников, которая нас вводила в курс дела и знакомилась с их деятельностью. Она сказала, что надо заниматься вот такими благотворительными проектами, когда хочется заниматься. То есть вот если есть желание делать это, то надо делать. Если желания нет, делать не надо. То есть вот это был её взгляд, и он имеет... Я встречал и другой взгляд, что надо наоборот. Вот как в молитве, порой нам не хочется молиться, но нам надо молиться, так и в делах милосердия. Может быть, нам не хочется, надо себя пересилить и сделать дело. Мне ближе вот первый взгляд этой женщины, что действительно, когда вот есть эта какая-то потребность сердца, огонь сердечный, в работе в этой, то и надо эту работу осуществлять. Стоит ли это делать, когда этого огня уже нет? Ну, мне кажется, это уже... Тут есть проблемы. Вообще в развитии организации там есть свои какие-то периоды. Там есть период, может быть, стагнации, да. Насколько я понимаю, организация должна развиваться постоянно. Если она перестаёт развиваться, организация умирает. Вот такая, и в том числе и благотворительная. Может быть, и остановить этот проект. Перейти к другому проекту. Потому что это не работа. Дела милосердия – это не вот такой каждодневный труд. Это несколько другое явление, мне кажется. Может быть, я ошибаюсь. Я высказываю только свою точку зрения. Это есть ни в коей мере не церковная точка зрения. Это именно моя личная, из такого моего опыта социального служения. Да. Частное богословское мнение. Отец Максим, но вот явление выгорания и профдеформации в деле милосердия, они возможны? Ну вот как раз я сейчас об этом и говорил, да. Немного мы в другую форму облекли эти понятия. Да, есть явление выгорания. Хотя я встречал недавно слова, по-моему, одного владыки я прочитал. Как раз таки он пишет, что это всё чушь, никого выгорания нету. И он тоже прав. Понимаете? Но тут имеется в виду, что если есть благодать Божия, то и выгорания нет. Если благодать Божия человека осеняет и помогает, то и не должно быть выгорания. А в своей практике всё-таки я встречал, в работе есть это явление, оно было, оно появляется. И есть специальные, так сказать, проекты, которые помогают это преодолеть. То есть надо наделать, то есть в частности, надо заниматься теми же волонтерами, работники какой-то организации осуществляют проект, необходимая помощь этим работникам. Особенно если этот проект становится таким серьёзным, и люди очень много времени посвящают этому делу. Конечно, это целая часть жизни, и здесь возможны деформации какие-то личностные. Это непросто, тут есть свои особенности. Поэтому выгорания есть, на мой взгляд, мне кажется, и надо с этим бороться. То есть надо на это обращать внимание, по крайней мере, и это понимать, что это возможно. К этому надо готовиться и как-то вот минимизировать вред. Батюшка, у нас снова есть звонок из Московской области, от Рабы Божьей Валентины. Здравствуйте, Валентина, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, ведущая, здравствуйте, батюшка. Я хотела высказать своё мнение по поводу запрета абортов. Вы знаете, это было в 50-х годах такое. И вы знаете, столько было у женщин смертностей, потому что даже судили за это. И женщины всё равно шли на это, несмотря на то, что тогда было многодетные семьи, помного рожали. И вот если нужно было, всё равно они шли, находили бабушек, которые делали это, ну не специалисты, не врачи, не врачебное не было, не врачебное у них образование. А они делали, и женщины умирали, всё равно шли и делали. Спасибо за ваше примечание. Спасибо за такой вопрос, примечание. И меня, когда поднялась эта дискуссия, она не так давно поднялась, как-то активная в СМИ по поводу абортов. Вот мы говорили сегодня, что, во-первых, режет, конечно, слух выражение медиков и их, так сказать, термины, оценки, которые они дают всей этой проблеме. И, конечно, меня удивила реакция, ну, по крайней мере, то, что мы слышали и видели реакцию в СМИ людей, которые звонили там на радиотелестудии. Вот реакция как раз-таки одобрения абортов, вот то, что вы сейчас сказали, Валентина, на мой взгляд, ну, здесь огромная проблема в понимании этого явления. Что же такое аборт? И для того, чтобы иметь чёткую, так сказать, какую-то позицию, надо понять, что это за явление, и определиться, когда же человек становится человеком. Вот когда эмбрион, когда оплодотворённая яйцеклетка становится уже душой живой, бессмертной душой, личностью, всё-таки по учению церкви это происходит в момент зачатия. И аборты являются убийством детей. Если были бы, так сказать, надписи в женских консультациях и в тех медицинских учреждениях, где делают аборты, там, скажем, вот, убийство ребёнка во чреве, там, столько-то, столько-то денег, например, да, в коммерческой организации. Или мы убиваем детей по средам, приходите, будем убивать, да, то уже как бы у людей было бы совсем другое отношение, и это более правильное понимание. Вы говорите, во-первых, вы говорите о том, что, так сказать, были какие-то несчастные случаи, но я знаю, что многие семьи и не делали аборты. И я, когда стал священником, я ещё застал тех бабушек, которые вообще были девственницами. Вот были пожилые, ну, старые женщины, которые девственны. Они уходили, немного их я, к сожалению, встречал, но вот они исповедовали, что девица, ей там 80-90 лет, она девица. А потом пошло поколение бабушек, которые делали по 15 абортов некоторые, другое поколение. И они тоже уходили, да, и тоже, так сказать, как они вот представлены пред Богом, по 15 абортов. А сейчас, слава Богу, многие женщины современные не делают аборта, вот всё-таки они уже как-то знают, по-другому относятся, чем в советские времена. Ещё раз подчеркну, аборт – это ужаснейшее явление в нашей современной жизни. Это убийство детей. Детей убивают, в частности, родители и медики. Это страшное явление. Это самое настоящее убийство. Если мы понимаем, что вот он, ребёнок, уже есть, ну, как можно убивать? Вы же знаете, что аборты иногда делают на поздней стадии беременности. Он уже живой, у него уже всё, есть ручки, ножки, сердце бьётся. Это живой человек. Как можно, а ещё был, я не знаю, как сейчас законодатель, но был период по социальным показаниям, можно было убивать на поздних сроках беременности. Какие-то такие были странные истории, но это же, как к этому можно относиться? И когда мы так относимся, то, ну, как, ну, нельзя. Да, конечно, может быть, возможно какие-то и тяжёлые ситуации, когда люди незаконно будут делать аборт. Ну, возможно, но люди вообще порой себя страшно ведут и беззаконно, и уродливо. Но ещё раз подчеркну, ещё раз скажу, аборты, вот то количество абортов, которое происходит в России, это тяжелейшее явление для нашей современной жизни, и оно активно влияет на нашу жизнь. Огромное количество детей убивается в нашей стране ежегодно и даже ежедневно определённые, вот я не знаю, точные цифры. Может быть, кто-то позвонит и нам скажет точные цифры, да? Но это большое, это порядка, вот насколько я слышал, в год, вот как раз-таки в результате этих дискуссий, вот я вспомнил эти цифры, в год до миллиона. При этом они говорят, что раньше было ещё хуже, там, скажем, в 90-е, по 3 миллиона детей убивают у нас, вот, нерождённых. А сейчас по миллиону, понимаете, миллион, сколько душ загублено родителями. А это же всё трагедии. Если вспомнить слова Иоанна Крестьянкина, а их мне сказала одна мама, она пришла ко мне на исповедь и сказала о том, что вот батюшка Иоанн Крестьянкин, есть у него такая книга, есть, кто не знает из наших телезрителей, был такой старец удивительный, в Псково-Печорском монастыре, архимандрит Иоанн Крестьянкин. И вот к нему обращались духовные чадо, и после его смерти была составлена книга «Ответы», это письма. Он отвечал своим духовным чадом, вот эти ответы в виде письма, они вот изданы отдельным изданием. И пришла ко мне женщина и говорит, вот батюшка, вот есть такая книга, и в ней написаны такие слова. Я потом посмотрел эту книгу и нашёл два письма, вот Иоанна Крестьянкина, буквально с одним и тем же текстом, разным женщинам. Вопрос был об абортах. Он сказал, что живые дети отомстят родителям за убитых детей, превратя их жизнь в ад. Вот это только одно последствие абортов. Ещё раз повторю, живые дети отомстят родителям за убитых детей, превратя их жизнь в ад. И эта женщина, которая ко мне пришла на исповедь, она говорит, батюшка, со мной это случилось. У меня дети наркоманы, два сына, и вот моя жизнь – ад. Делая аборт, часто женщины не осознают, что же её ждёт впереди. Вот этот ад может её настигнуть через 20 лет, понимаете, не завтра там, вот она сделала аборт и через год, а через 20 лет. А сколько бездетных и так далее, и так далее. Это тяжелейшее явление и тяжелейшие последствия. Извините, что так долго об этом говорил, но такая в СМИ есть дискуссия, и она меня не оставляла равнодушным. Как раз появилась возможность высказать своё мнение. Спасибо, батюшка. Время нашей программы стремительно близится к концу, но всё-таки хочется задать вопрос, который нам через интернет задаёт Дмитрий Блинов. Может ли благотворительность стать бизнесом? На Западе она и есть бизнес, между прочим, если мы так посмотрим, многие благотворительные проекты, они несут за собой какое-то финансирование, и те организации, которые аккумулируют эти деньги, они имеют какие-то финансовые возможности. Потом, если бизнесом называть вообще любое дело, перевод слова «есть дело», насколько я понимаю, с английского языка, то в этом смысле любое коммерческое дело в каком-то смысле есть бизнес. А коммерческое в смысле, где есть деньги. Можно. Но всё-таки, насколько я понимаю, естественно, церковь и верующие стремятся к другому. Мы не стремимся, на мой взгляд, даже должна быть принципиальная задача, стараться осуществлять благотворительную деятельность на некоммерческой основе. В частности, когда мы собирали группу, вот у нас было идеалистическое мнение, группа волонтёров, мы пытались не связываться с деньгами. Вот есть какая-то там задача, какую-то сумму, может быть, собрать лично друг с друга, какие-то вещи принести, ещё чего-то. Но вот не связываться с коммерцией, с деньгами, с пожертвованиями большими. Но потом поняли, что всё-таки это не совсем возможно. К сожалению, есть эта, так сказать, необходимость. Какие-то уже серьёзные дела без экономической составляющей не сделаешь. Но на этом нельзя, так сказать, делать капитал. Конечно, это просто потеря смысла. Спасибо, батюшка. Прошу вас снова на прощание благословить наших телезрителей. Может быть, пару слов. Дорогие братья и сёстры, мы сегодня говорили о благотворительности. И вот у нас есть ещё одна возможность проявить нашу благотворительность и нашу любовь явить. Насколько я понимаю, телеканал «Союз», он осуществляет свою деятельность только на пожертвования. И на пожертвования не каких-то больших благотворителей, а как раз-таки, можно сказать, всем миром. Всем миром этот канал существует и осуществляет свою деятельность. И поэтому он независим и такой церковен. И вот я предлагаю всем нам проявить свою, так сказать, добрую волю и пожертвовать какую-то сумму, кто может, на существование этого канала, этой передачи и помочь церкви в благом деле, внесении Слова Божьего в мир. Дорогие братья и сёстры, спасибо вам за то, что вы были с нами. Михаил, спасибо за то, что пригласили участвовать в этой передаче. Храни всех нас Господь. До свидания. Спасибо, Господи, Батюшка. Было чрезвычайно приятно с вами сегодня общаться. Я думаю, наша с вами встреча в этой студии не последняя. Спасибо. Спасибо. До свидания. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма спаса нерукотворного образа на конюшной площади Санкт-Петербурга, протеерей Максим Плетнёв. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»